Русь святая зовёт В Троицком заборе два яруса колокольни. Первый ярус колокольни, где мы звоним трезвон, второй ярус колокольни, где у нас висит самый большой колокол в нашем благочине, который весит 5 тонн. Значит, службы мы начинаем с благовеста, большой колокол на втором ярусе. После этого мы спускаемся на нижний ярус и звоним трезвон. Для того, чтобы люди знали, что начинается служба. Пётр Григорьевич говорит, что колокольный звон очищает и исцеляет. Он и сам не раз был свидетелем чудесных преображений. Был случай. Мама провела маленького мальчика. У него была очень тяжёлая форма, астматическая. И отец Андрей наш благословил, чтобы мальчик поднимался на колокольню. Сейчас он уже вырос и достойно ведёт линию. Он ещё школьник старших классов. И борьбой занимается. И уже достиг высокого уровня. Вот я на этом примере могу сказать, что действительно исцеляют колокола. В этот день исцеляющий звон колоколов оповестил верующих о начале службы в честь Дня Святых Петра и Павла. Согласно церковным книгам, апостолы собственным примером показали, что даже столь разные, как они люди со своими слабостями и грехами, благодаря величайшей любви к Господу, способны стать едиными. Сегодня в каждом храме совершаются литургии. Я думаю, что желательно прийти, помолиться. Если у кого-то не получается, то открыть книгу «Послание апостола Петра», «Послание апостола Павла». Там очень много полезного для нашей жизни. Считается, что в этот день нельзя ругаться, завидовать и злословить. В День Петра и Павла советуют воздержаться от тяжелого физического труда и отдать предпочтение заботе о духовном. Есть много народных примет, связанных с этим днем. Наши предки верили, что с их помощью можно, например, предсказать погоду или даже будущее. Народная примета гласит, если в этот день нет дождя, то и на Ильин день, который православные отмечают 2 августа, дождя не будет. И небо, если оно ясное и лучезарное, верили, что весь год будет хорошим. Галия Вахитова, Сергей Василевский, Владислав Реус, Ярослав Трубин. Щелковское телевидение.